Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с той ситуацией, которая у вас произошла. Итак, расставались молодым человеком по глупости, он считал, что у него плохо с здоровьем и решил, что у него не больной. Вы пишите, что сейчас снова вместе, как вы решили для себя эту проблему, того, что он больной, и то, что он считал, что вам не нужно. То есть, как вы сами для себя эту проблему решали, почему вы вместе, как вы смогли преодолеть этот борец, как вы смогли все равно сойти, кто был инициатором сходения и так далее. Значит, вы пишите, что я не могу с ним общаться, он сейчас находится в другой стране, понятно, у него серьезная работа, и какова перспектива ваших отношений, то есть, есть ли у вас вообще перспективы дальнейших отношений? Вот так вот, честно, если сказать. А если у вас эта перспектива, потому что, если он в другой стране, и если у него нет возможности быть с вами, и если в ближайшее время он не планирует приезжать к вам, или вы приезжаете к нему, то возникает вопрос о целесообразности отношений ваших вообще. Далее, значит, ну, далее вы перечисляете, почему вы с ним не можете общаться. Вот, значит, только звонки, у него серьезная работа, в соцсетях сидеть нет времени. Ага, то есть, по телефону говорить время есть, а в соцсетях сидеть нет времени. Ну, это подозрительно, это подозрительно и специфично. Далее, сначала все начиналось со страха, когда он звонил, я не могла ответить, впадал в ступор. Так, ну, здесь вот получается, что у вас проблемы начинают именно сталкивать, потому что вы боитесь чего-то. Соответственно, за страхом не работать, чего именно вы боитесь. Я думаю, что вот если, например, вам ответит, скажем, психо-терапевт, если он вам ответит, то он, наверное, вам скажет как раз о том, что вам нужно, надо бы как-то вот посмотреть на то, чего именно вы боитесь. То есть, то есть, что именно вызывает у вас страх. То есть, что именно вас парализует, что именно мешает вам нормально себя проявлять с ним, так сказать. Это первое. Значит, второе, если вы вот действительно чего-то боитесь, то, как я понял, это появилось не сразу, и какое-то время процесс этот занял у вас. То есть, вот, именно вы не сразу начали испытывать подобные чувства, это произошло, происходило, точнее, постепенно. И, соответственно, нужно здесь разобраться с тем, на мой взгляд, что заставило вот это произойти. То есть, почему вы стали бояться? Чего именно вы боитесь? Вот, вы говорите о том, что вы не можете с ним разговаривать, вы не можете выражать свою мысль и так далее. Это довольно, довольно такой, знаете, серьезный момент, и я бы рекомендовал вам, как следует, подумать о том, почему он вообще появился. Вот вы говорите, что у вас, в вашей жизни сейчас есть там определенные трудности, да, которые происходят, и которые, собственно, ну, не дают, не позволяют вам быть собой. И вы не можете ему, молодому человеку, в смысле, раскрыться еще и потому, что, как бы, ну, не имеете возможности такой. То есть, просто не можете сказать. И здесь возникает еще один вопрос, на мой взгляд, тоже такой, довольно важный. Если вы не можете с ним разговаривать по телефону, то, соответственно, почему бы вам не написать ему письмо, где вы бы все объяснили ему. Объяснили бы, почему у вас не получается с ним взаимодействовать, объяснили бы ему, что вас там беспокоит и так далее. А то, получается так, что вы и не разговариваете с ним, и он обижается, если я правильно понял. И вам тяжело в вашей ситуации. Ну, мне представляется это неправильно. Мне представляется такое поведение неверным. То есть, если у него нет времени сидеть, как он говорит, и говорит о соцсети, то сидеть не надо. Просто попросите его зайти туда, в эту самую соцсеть, чтобы, значит, прослушать об нас, прочитать песни об нас это сообщение. А вам же, со своей стороны, ну, вам желательно предварительно думать о том, о чем вы хотите с ним поговорить, чтобы не было таких проблем. И обещательная работа по страхам. То есть, если это у вас, например, паническая атака, то потребуется помощь психотерапевта, психиатра, может быть, даже. Вот, если это просто страх такой вот неконтролируемый, но скидный, то, соответственно, я полагаю, что с этим можно будет поработать и с психологом. Обязательно сразу обращаться к психиатру, вот. Ну, как мне это видится, это у вас сейчас происходит то, что вы боитесь человека, значит, с одной стороны, может быть, вы боитесь его потерять, вот. С другой стороны, вы, на мой взгляд, переживаете тяжело то, что в вашей жизни сейчас происходит, и это не позволяет вам вести себя, скажем так, адекватно. То есть, здесь надо разобрать то, что происходит в вашей жизни, чтобы у вас не было переживаний, и разобрать, как вы относитесь, значит, к своему молодому человеку. И какие у вас именно проблемы, что он думает, что больным вам он не нужен, а также проработать перспективу ваших дальнейших отношений. Какими они могут быть, что вас ждет, и так далее. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личику, я вам помогу. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...